Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть, с вами, как всегда, я, гражданин-режиссер, и это разбор уже четвертой серии Колец Власти. И, конечно, я думаю, на этот раз я смогу вам рассказать все-таки, кто же Саурон, кого прячут сценаристы под личиной Саурона, не исходя из каких-то инсайдов, да, а исходя из сценария, который здесь будет, поэтому будет очень интересно. Итак, давайте начнем с Нуменора. Итак, потонувшая Атлантида, Нуменор. И здесь нам показывают эту правительницу, Регеншу, и ей уже снятся эти кошмары о том, что Атлантида потонет. Напомню, она потонула из-за того, что возгордились жители ее, возгордились из-за грехи, получили некое воздаяние. Нет, там есть более конкретные детали, почему? В деталях мы разберем уже позже. Но факт остается фактом. Теперь мы понимаем, и есть это знание, и давайте смотреть ее арку, исходя из того, что мы уже знаем, что будет в конце серии. Я уже говорил до этого, что у меня есть ощущение, что она играет лишь в то, что ей эльфы не нравятся, но на самом деле она думает иначе, лишь для сохранения власти и силы своей. И так и оказалось в этой серии. У нее есть своя тяжелая ноша. Она знает о будущем своего народа. Она знает, что он должен потонуть, быть наказан. И отец, ее отец, который знал об этом, пытался восстановить вот эту благодарность эльфам, восстановить ее. Но народ воспринял это иначе. Возникли внутренние бунты, конфликты. И вот теперь она пытается постараться усидеть на двух стульях, пытается как-то, играя в то, что хочет слышать народ, но тем не менее помня, что нельзя полностью отвернуться от тех, кто дал им награду. Вот это все. И вот тут, при вот этих всех мыслях, ей приснился только что этот кошмар, но теперь еще больше кошмар в ее жизни, а какой еще больше кошмар есть во всей этой вселенной, в этом сериале, это Галя, от которой все хотят избавиться. Это самая большая головная боль. И она приходит и начинает опять, вот, пожалуйста, доказательства, все, давай мне армию, ты обязана туда, на юг, а то не погибнем все. Представьте, а у нее, вот мы теперь ее понимаем, она не может никак показать своему народу, что она помогает эльфам. Категорически. В прошлый раз это все чуть не закончилось, да? Плохо, как нам и представляет это все. Революция, и тогда она точно потеряет власть. А тут есть вот этот второй человек в государстве, Арфаразон, и мы видим потом, как он будет вещать. И поэтому она говорит, спасибо, очень яркая речь, но нет, я выбираю сказать вам нет, и уходит. Но Галя, вы понимаете, такой наглости, как у нее, мы же знаем, она против стен попрет. Поэтому она набирается наглости с легкостью, говорит, да кто ты такая вообще? Ты, ты вообще, кто такая регенша? Я хочу говорить с истинным королем, с твоим отцом, вот, дай мне это, говорит она эпично. И вот следующая сцена, это воздаяние всем тем, кто так не любит ее линию. Всех тех, кого бесило все это время Галя, они получили воздаяние. Потому что следующий кадр, и она за решеткой, я уверен, что они как в Симпсонах такие, ааа, наконец-таки, кто-то такой, правильно, сестра, правильно, эту белую сучку давно надо было посадить в тюрьму. Вот приблизительно так, наверное, они и реагировали на эту сцену, когда Галя оказалась в тюрьме за свой длинный язык. Но тут давайте больше разбираться, здесь интересные линии выстраиваются, и политические игры. Наконец-то, я в прошлой серии сказал, колоритно выглядит Арфаразон, но пока не проявил себя. Я вот ждал, когда он выйдет на сцену, и вот он потихонечку выходит, этот важнейший персонаж. И он начинает проявлять себя как истинный, сильный политик. Также мы узнаем, что у него есть сын, вполне себе такой достойный, чистый, молодой парень, который пока не имеет того коварного опыта отца, по крайней мере, как нам его представили. И отец выходит, и посмотрите, что такое политик. В городе уже недовольство тот самый Нуменорец, которого избил Халбран, он возмущается, говорит, вот смотрите, что творится, что эльфы делают здесь, как же так можно? Но смотрите, как искусно выступает политиком Арфаразон. Он ни слова дурного про королеву не сказал. Смотрите, как он профессионально все сказал. Как он сказал? Мы великие Нуменорцы. Он напоминает людям о их величии, о нашей внутренней силе. Мы сами по себе велики, не благодаря эльфам, а кому-то сами мы. Мы такие сякие, напоминает народу. В народе это вызывает отклик, а потом он говорит, одна эльфийка, один эльф. Мы такие великие, испугаемся одного эльфа. Нет, никогда. То есть, смотрите, убрал вот эту агрессию, но через возвышение народа, не через возвышение эльфов, а дальше. Как деликатно он выстраивает свою речь. Он не говорит, что мы с королевой не позволим. Он говорит, я, я никогда не позволю случиться тому, чтобы вот эльфы здесь что-либо попробовали получить. И всем вина, всем пиво. Ну, какая искусная речь. Вот это политик. Политик десятого левела из десяти. Мастер-класс вам, как надо вести политические игры. То есть, нельзя кидать камни в свою королеву. Нельзя, да несут. Нельзя говорить, да, королева плохая, но я бы не допустил. Нельзя. Надо, во-первых, убрать эту агрессию. Как красиво убрал. Вы, мы велики. Для нас один эльф это ничего. Красиво, да? Но потом, я не позволю никогда этому случиться. И вроде как, про королеву ничего не сказал, но баллы-то набирает уже, как политику. Мастер-класс по супер-речи. Дальше. А дальше нам устраивают интересную линию. Есть у меня интересные идеи, как ее будут развивать. Его сын. А тут наша, это, отличница, которая приехала в столицу в МГУ. Дочь Элленделя. И вот, отличница, МГУшница встречается с ним, со столичным парнем, богатым парнем, у которого папа политик. И потихоньку, вот мы чувствуем, начинается завязываться эта любовь. А это очень сильно, потому что в будущем, в любом случае, мы же не знаем их сценарий, но в будущем, исходя даже от того, что было, конечно, у Толкина, Арфаразона, из того, что мы видим, получит здесь власть. И при нем должно и происходить это падение Нуменора. И он должен обращаться на темную сторону. А вот Эллендель, наоборот, тот, кто устоит, тот самый Ной, как я говорил, который должен выдержать и не поддаться злу. И получается, смотрите, что мы получаем. Ну, во-первых, мы получаем классическую историю Мантеки и Капулети. То есть, два враждующих будет Рода, скорее всего, а дети любят друг друга. Ну, потому что здесь выстраивают любая интересная линия, просто наметим ее для себя. И, конечно, при трагедии континента, наверное, и эта любовь будет очень трагичной. То есть, эту линию потихонечку нам выстраивают. Надо на нее обратить внимание, потому что тут будет конфронтация семей. Это надо отметить. Может быть, что-то интересное из этого получится. Напомню, дочери у Толкина не было, у Элленделя. А здесь у него вторая, это дочь. Вот такая вот линия. То есть, это мы пометили, это мы заметили здесь. А теперь дальше. Я еще раз говорю, обязательно я вам сейчас не спешите. Давайте будем потом говорить о Сауроне. Но пока не спешите. Итак, дальше Галя попадает в тюрьму, где Халбранд дальше продолжает стебаться, как с самого начала над ней. И он начинает ей намекать. Подводит ее прямо на блюдечке. Смотри. Ну, иногда не надо скакать, как коза. Ну, она такая, ты меня с лошадью сравниваешь. И сразу эти флешбеки, слоу-моушена. Но он неправильно говорит, ты скачешь, как дура. Иногда надо головой подумать. Заметь. До этого королева, которая ни разу не вышла на эмоции, как он мудрый и подметил. Когда она вышла на эмоции? Когда я армию попросила у нее. И он такой, боже, фейспалм. Такой, какая же она дура. Какой кошмар, с кем мне приходится работать, товарищи. Так, ладно. Нет. Когда об отце поговорили. Вот Ахиллесова пята. Вот болевая точка. Понимаешь? Дэн-дэн-дэн. Сюда надо бить. Вот ее тайна. Иди узнай, что там в башне происходит. Вот, подсказка тебе. Ну и, как всегда, случается то, что обычно делают с Галей. Да, дадим тебе корабль. Вали только отсюда. То же самое, что делали эльфы. Убирайся на запад. Все, пожалуйста. Все, только уходи. Здесь у нее всегда одна и та же история. Уходи отсюда. Королева уже пожалела, что сразу не дала ей корабль. Она поняла, что надо было в первую же минуту давать корабль. И все. Убирайся. Но Галя здесь справляется с охраной. И тут надо отдать ей должное. Надо отдать ей должное. Это очень важный момент. Что нельзя сказать, что, ну, это глупо. Женщина она, мы знаем, она генерал северных армий. Она командующий флотами. Она воин. Туда-сюда. Поэтому, да, она могла разбить этих здесь присытившихся, не знающих войну охранников. Тут вопросов нету к этому. Добирается она в башню. И там действительно уже еле-еле дышащий король. Вот тайна. Потому что король там не просто в здравии сидит, но прячется в башне. А он еле-еле дышит из последних сил. И наша королева говорит, ладно, расскажу тебе. И достает вот тот самый, помните, во Властелине колец вы видели палантиры, да? И говорит, притронься. И Галя трогает и видит судьбу Нуминора, этой Атлантиды, которая утонет. Вот, вот какая у меня ноша, она ей объясняет. Но наша Галя, неистовая галадрель, начинает ей загон. Начинает все равно ей загонять, что та-та-та. Ну вот тем более, твой отец, вот он правильно поступал. А ты трусишь. Нельзя трусить. Поступи по совести. Дай армию. Пойди со мной. Ты должна поступить по совести. Именно из-за этого вы и потонете. Ну, она все-таки ее отправляет. Надо указать, что до этого нам еще показали про Исильдура, сына Эленделя. Который так, так рвался куда-то по своему желанию, что подставил двух своих друзей. Поступил очень глупо. С другой стороны, надо сказать, что их командир, конечно, слишком жесткий. Эти парни ничего не сделали. Такое наказание для них за его беспечность. Типа в наказание ему, чтобы чувство у него совести все время было. Чтобы он вот с этим жил. Ну, как-то очень жестоко прямо у них там. Но ладно. Это задел, чтобы потом им немного времени уделено, чтобы потом понять, какой выход найдет этот сын Эленделя здесь. И все. Наконец-то вроде прощаются с этой проблемой в лице Галадриэль. Но это же Галадриэль. Но она же никуда не... Мы знаем, когда она уплывает. Разве это работает? Нет, никогда. Даже на запад. Никогда это не срабатывает. И вот здесь королева с тяжелым сердцем вроде ее отпустила. Но вдруг видит это, как... Опадает белое дерево. А это символ. Это знак. И она опять вспоминает эти инсепшены. Эти слова Гали, что надо помочь. Вентам-то и дело. И вдруг она засомневалась. А вдруг именно вот я сейчас не помогу. И это станет краеугольным камнем. Это и есть, что я отвернулась. Вот. Понимаете? Может быть так оно и есть. И она решает, что не могу я созывать людей. Смотрите, это не говорят нам, но мы понимаем. Созывать людей не могу помочь. Помощь эльфы. Потому что опять будут бунты. Опять все возмутятся. Но могу сказать, что я, как королева регент, решила помочь. Я иду. А вы? Вот кто по собственному желанию хочет? А мы видим, что вообще никто не хочет. Живут в шикарном месте. В столице самого лучшего человеческого государства. Кто хочет отправиться в странное опасное путешествие? Хм. Никто, дайте подумать. Но кроме, конечно же, благородный род Эленделя и его бравые друзья, его сына. Они такие, да, мы согласны. И Сильдур согласен. А им больше делать нечего. Ну, конечно, они пошли. Ну, и за ними, так бывает, действительно, в толпе появляются люди, которые тоже. Я тоже пойду. И я пойду. Нашлистия. То есть, я вам так скажу. Как для правительницы регентши, она слишком уж действовала неразумно. Нельзя оставлять свое королевство. Да, я понимаю. Типа, логика такая была. Позвать людей не может. Правда, будут бунты. Но и помочь вроде эльфам надо, потому что дерево опадает. Вдруг в этом и будет проклятие и наказание. Но как можно оставлять престол и уходить, когда вот отец еле дышит? Вопрос. Такое очень специфичное решение, которое она получила из-за того, что из-за Галии, которая очень давила на нее, которая рассказала, что мы родственные души. И вот она создала в ней вот этот росток сомнений. А что, если правда, эта Галадриэль пришла как символ того, что вот ей надо этой эльфике. Если не поможем, будет конец. Я понимаю королеву. То есть она ее ввела в заблуждение. А тут дальше самое интересное. И королева вот приняла это решение. И тут самое интересное. В финальном кадре мы видим, как Халбрант бежит на свободе. Идет довольно такой. И такие, кто-то скажет, как? Кто его освободил? Он же сидел. И вот тут я специально упустил маленький момент с Арфаразоном и Халбрантом возле его тюремной камеры. Я снова возвращаюсь к истории этого истинного Мариарти, этого истинного паука, этого настоящего Саурона. Халбранта. Мне не верят. Я все время говорил, мне не верят. Кто-то уже говорит, я отпишусь от тебя, когда окажется, что это не он. То есть у людей прямо вот такое. Нет, это не он. Нас водят в заблуждение. Нет, на самом деле кто-то сейчас уже говорит. Вот, это же вот тот самый подшельф. У него рука, как у Саурона. Вы видели? Это он будет. Или кто-то говорит, нет, сейчас старик. Старик сказал, вот падал метеорит, значит это Гендальф. Нас специально водят в заблуждение, одели в серое. А окажется, что это Саурон. Так вот, я продолжаю линию и попытаюсь уже однозначно доказать, что здесь был уже большой гигантский знак, что Халбрант Саурон. Начнем с самого начала. Когда она его встретила на плоту, он уже говорил, что человек не всегда тот, за кого себя выдает. Дальше, когда он приезжает сюда, и они попадают сюда в номенор, именно он выстраивает техническую линию, чтобы они остались. Когда Галя начала нести чушь, он сказал, давайте мы пару дней погуляем здесь, здесь прекрасно, а вы примите решение. После этого он вдруг заинтересовался дико кузницей. Кузницей, напомню, этот сериал называется «Кольца власти». Здесь будут дальше делать те самые «Кольца», а по проекту кого они делались, если вы не знаете, Саурона. То есть Келебримбер не сам это сделал, а по проекту Саурона, именно в том здании, которое сейчас строится. Это он должен прийти, и этот персонаж дико интересуется кузницей, и ради этого так рисковал, что попал в тюрьму, а в драке какую он агрессию показал. Но это все ничего. Дальше, смотрите, ведь все, оказывается, он выстраивал, он реальный паук. Галя здесь, именно он ей кинул эту идею с королем, она бы так и сидела здесь. Именно он подкинул ей идею. Он дал ей мысль, что там есть тайна, иди туда. То есть все это выстроил абсолютно он, если бы не его инцепшн. И посмотрите, везде его рука руководит всем. И в конце стоит Арфаразон. Что он ему говорит? Какие слова? Что, парень, притормози, тебе понравится, как все это в итоге получится для тебя. И он оказывается на свободе. Кто его выпустил? Вы понимаете, а теперь, а теперь, если вам этого недостаточно, посмотрим, как у Толкина было. У Толкина что случилось с Нуменором, как он потонул? Пленником попадает туда Саурон. Ничего себе совпадение. О, прямо как здесь, пленник. Саурон пленником. И правит там кто? Арфаразон. А сейчас Регеншоу уплыло. Там вообще Регеншоу, она должна была сразу править, но Арфаразон ее взял в жены и забрал власть. Но здесь остается только Арфаразон, который говорит, который политик, который второе лицо в государстве. И именно его искушал Саурон. Именно его искушал Саурон. И случилось это падение. Он его убеждал плыть на запад. И после этого все это получил. Ну что, теперь есть какие-то сомнения. Я уверен, что останутся те неверующие, которые до конца будут говорить, что это не он. Но, по-моему, уже гигантская табличка. Саурон, вот его рука. Вот он, серый кардинал. Он здесь руководил всем балетом с самого начала. Он сделал все, чтобы избавиться от этой Регенши, которая пыталась сохранить вот эти последние ростки веры в эльфов. Он ее убрал и он приводит к власти Арфаразона, которому и сможет нашептывать, которым и будет руководить в дальнейшем. Теперь все для него открыто. И кузницы, и доступ к власти, и к правителю, которого можно искусить. По-моему, это уже очевидно. Но кто-то будет до конца не верить. Ну что же, нам останется недолго. Дождемся до конца сезона. И уже однозначно вы получите этот ответ, что именно Халбран Саурон. Кому нравится, кому интересны эти большие разборы, обязательно, если не подписались еще, подписывайтесь на канал. Отнеситесь к этому широко, широкой туринской гномией душой. Когда на хороших эмоциях, хлопните сразу и подпишитесь. Чего там. Вот так надо относиться с открытым сердцем жизни. Ну а вы были на канале Что Посмотреть. С вами был я, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока.